Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, правильно ли поступает мой жених в ситуации. Я болею, лежу без сил с температур. Живём мы вместе, он ухаживает за мной, помогает сейчас по дому, так я не могу ничего не делать. Подносит мне воду и так далее. Сегодня переделал дела, по дому сходил в магазин, аптеку. Вечером уехал развлекаться в компании наших общих друзей. Правильно ли так поступал с его стороны? Ну, это проблема, потребность в общине. Работает он из дома, с коллегами кроме видеосвязи не видится. За неделю никуда кроме зала и магазинов особо не ходит, только если вместе гуляем. Поэтому он обуславливает это тем, что ему нужна община, иначе ему скучно. Раз надо община, надо ехать тусить. Я не говорю, что он должен сидеть дома при мне постоянно, когда я болею. Но сам факт мне немного неприятно, но не критично. Говорить ему ничего не хочу, потому что потом это фудеется к разговору о том, что ему скучные проблемы в нехватке общения. Мне эта его отговорка уже даже раздражает на человека иногда. В общем, объясните, пожалуйста, правильно ли он и я ведём себя в данной ситуации. Ну, и что значит правильно? Тут нет такого, как правильно-неправильно, да? У мужчины есть потребность в общении, он её реализовывает так, как умеет. Хорошо или плохо, он так, скорее всего, привык. Важно, что вы тревожитесь, что он так поступает. И вот эта тревога, этот страх, это чувство, не знаю, покинутости, может быть. Чувство брошенности, может быть. Ещё какое-то, ну, чувство, может быть, да? Вот оно, это чувство, нуждается в том, чтобы вам на него обратить внимание. Вот. Потому что что вы делаете сейчас? Сейчас вы, испытывая некоторый дискомфорт. Сейчас вы, испытывая некоторую тревогу, да? Пытаетесь её зажимать в либо упрёки, либо в обвинения, либо в рационализацию. То есть, как бы хотите объяснить, да? А вот, типа, правильно ли вот мы поступаем, правильно ли я поступаю? Вот. То есть, по сути, все три варианта, вот, они, в общем-то, ведут, ну, в никуда. Потому что, нет самого главного, проживание вами того, что вы, собственно говоря, чувствуете, да? Вот. А чувствуете вы, в общем и целом, ну, понятно, что чувствуете вы тревогу, чувствуете вы, как бы, ну, вот, определённый негатив. Вот. Чувствуете вы, ну, как бы, страх и так далее. Вот. Понимаете? Понимаете, да? Вот. Какая штука, здесь? А, вот, а, а, вот, а, по-другому, то, что я могу сказать. Поэтому, если ситуация такая возникает, то, в первую очередь, вам необходимо исследовать здесь, как бы, свои чувства в первую очередь, разобраться в них, а потом уже можно будет смотреть, как об этом сказать своему мужчине. Не с целью, чтобы он перестал что-то делать, да, с целью, чтобы он, ну, как-то вот проводил с вами больше времени, потому что, как мне кажется, вы, ну, как бы вот, сами, ну, понимаете, что он, как бы не должен, да, вот, находиться с вами, постоянно, вы это вроде бы с вами понимаете. Но, в то же время, у вас, очевидно, есть, ну, вот, такая же потребность, вот, некоторая, некоторая есть потребность, вот, которую вы сами, вот, ну, может быть, вот, не осознаете. И, соответственно, вам нужно ее осознать, вот, и научиться лучше реализовывать, вот. И тогда, мне кажется, мне кажется, что вы будете, вот, вполне на равных со своим молодым человеком. Сейчас вы, вы чувствуете себя, вот, ну, в какой-то степени, обделенно, вот, вполне потому, что вам, вот, ну, склонны, вы склонны сдерживать себя, сдерживать, вот, какие-то чувства, вот, понимаете, да? Понимаете, какая, какая сторона здесь. Вот, это, в принципе, то, что я могу вам сказать с точки зрения, ну, с точки зрения психологии, да? Вот, вот, эм, такой аспект я мог бы вам здесь постараться осветить, вот. И, надеюсь, что вам это будет, ну, вот, эм, полезно. Надеюсь, что, эм, вам это будет интересно. Вот, надеюсь, что, эм, вы, как-то, вот, э-э, ну, подумайте, э-э-э, над, э-э-эм, тем, что, э-э, я, э-э-э, сказал, вот. И, соответственно, дадите какую-то обратную связь. Вот. И это позволит вам начать работать над собой. Вот. И возможно гармонизировать ваши отношения с молодым человеком. Вот. И последнее, прежде чем закончить, я бы хотел, чтобы вы обратили бы внимание на то, что между вами и вашим молодым человеком общего. Вот. Понимаете, да? То есть нужно посмотреть, что между вами и вашим мужчиной общего. Потому что, на мой взгляд, вот то, что вы описываете, может быть следствием того, что у вас в последнее время недостаточно общего. Вот. Понимаете, да? Какая штука. Вот. Понимаете, да? Какая штука. Вот. Я бы так вам ответил. Вот. Желаю вам всего самого доброго. И подумайте, почему не хотите говорить об этом молодому человеку. И чем раздражает его, как вы говорите, отговорка. Эксперт. И в одномindestеке этого уничтожения нет. Чтобы отговорить о съемках, чтобы верить этот бестус, либо преследить двигатель. Продолжение следует...